Всем привет! Я Алиса, и сегодня у нас такое небольшое гадание, которое действует по принципу такому. Вы выбираете одну из карт, просто выбираете карта 1, карта 2, карта 3. Переходите в описание и по нужному тайм-коду переходите к нужной части видео и слушаете трактование этой карты. Но сначала, конечно, нужно задать вопрос. И сегодня нужно задать вопрос, на который можно ответить да, нет или возможно. При этом я, конечно, вам не дам подобный короткий ответ, а скорее расскажу о возможностях, о перспективах таких. Вот. Так что давайте задавайте вопрос, сосредотачивайтесь на нём и переходите по описанию в нужную часть видео. Давайте посмотрим. Кстати, на оборотную сторону наших карт. Вот такие вот карты сегодня у нас. 1, 2 или 3. Выбирайте. Это у нас отрывочек видео для тех, кто выбрал карту под номером 1. И что же вы думаете это у нас? Это у нас четвёрка жезлов. Давайте посмотрим на картинку, обратим на неё внимание тоже. Четвёрка жезлов говорит нам о том, что перед вами пристираются определённые перспективы. Вполне возможно, что ответ на ваш вопрос это да. Тем не менее, мне кажется, что тут нужно действительно обратить внимание на символику, представленную на самой картинке, потому что я считаю это очень важно смотреть на то, с какой колодой ты работаешь, с какими картинками ты работаешь конкретно, с какими иллюстрациями. И тут мы видим такую странную довольно-таки картину, которую я точно до конца не понимала. У нас есть девушка и есть юноша. И как будто бы юноша её схватил, и как будто он её держит в неволе. То есть впечатление такое, как будто бы он её против её воли схватил. Не знаю, вот вы ловите такой вайп? Я, да. И это, конечно, не значит ничего такого супер критичного и ужасного. Но, как по мне, так это для вас может означать, что что-то вас задерживает. Что-то внутреннее, возможно. То есть что-то вас вот так вот схватило и держит. И вы как будто оказываетесь в плену чего-то. Но, скорее всего, это не что-то из гнев, мне кажется. Это, скорее, что-то внутреннее. И это что-то внутреннее вас пока что удерживает и тянет назад. Я уж не знаю, что это. Возможно, это какие-то предрассудки. Возможно, это какая-то давняя привязанность к какому-то человеку, который, на самом деле, уже ушёл из вашей жизни. И который уже не вернётся в вашу жизнь. И вот вы сконцентрировались на привязанности к этому человеку. Она вас схватила и держит в тисках. При этом, при всём, если же нам отвечать на вопрос «да» или «нет», то как будто бы скорее «да». Как будто бы скорее «да», потому что жезлы, они всё-таки о том, чтобы достигать то, что ты задумал. И как будто не о движении, о прогрессе, то есть хотя что-то присутствует, что вас сдерживает, вы, похоже, сможете с этим справиться. То есть, хоть у вас вот этот вот какой-то есть юноша, который вас схватил и в тиски взял, ничего, ничего страшного. Либо вы с этим справитесь, либо, несмотря на это, вы сможете двигаться дальше, что тоже очень хороший вариант. В конце концов, я думаю, это ваша цель — двигаться вперёд, как бы ни было сложно, возможно. Всё-таки, я думаю, что подсказка на данный момент, которая мне приходит на уму, которую можно применить к вам, — это как раз-таки идти вперёд. Несмотря на то, что какие-то присутствуют определённые обстоятельства, которые вас удерживают. Но нужно разобраться с ними, не закрывать на них глаза, но разобраться с ними, понять истоки, почему это происходит, почему вы так думаете, почему что-то вас сдерживает. И есть ли смысл в этом, в том, что вас сдерживает. Разобраться с этим и затем уже двигаться вперёд. И я думаю, что всё получится, но необходима определённая работа над собой, чтобы точно всё получилось. Так что ответ скорее «да», но с определёнными оговорками, которые я уже сказала. И мы переходим ко второй карте. Ко второй карте. Что же это у нас? Это у нас шестёрка чаш или же это шестёрка кубков. Тут у нас в этой колоде называется шестёрка чаш. Очень такая позитивная картинка. Тут прямо от неё веет детством, добротой какой-то. Сейчас сконцентрируюсь. Вот. Детством, добротой какой-то. Но, при всём при этом, тут есть какое-то грустное лицо немножечко. Вот тут сверху. Не знаю, видите ли его, нет. Оно ещё какой-то такой прерывистой линии. Если обращать внимание на эту картинку, то, конечно, она не абсолютно безоблачная. Хотя вот у нас есть вот эта девочка, которая абсолютно полный чаш. И тут куча полных чаш. Но как будто вот есть ещё лицо, которое вливает тоже, не знаю, что уж. И с какой-то такой немножко тоской. И мне кажется, речь о том, что... Ну, учитывая, что это шестёрка чаш, как будто бы речь о том, что вы очень часто ностальгируете по прошлому. Возможно, вы так много ностальгируете по прошлому, что это не даёт вам наслаждаться реальностью, наслаждаться настоящим днём. Возможно, вы настолько романтизируете то, что уже произошло, то, что ушло в былое. Вы романтизируете, 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 романтизируете. И в какой-то момент понимаете, что вы остаётесь опустошёнными. То есть вы уже не чувствуете какого-то энтузиазма относительно того, что происходит с вами сейчас. Вы сконцентрировались на каких-то былых делах, которые вас радовали, вы сконцентрировались на днях, когда вы чувствовали себя счастливым человеком. И это нормально, но в то же время, как будто бы эта карта хочет вам подсказать, что вы имеете право перейти из вот этого густного лица в состояние счастливого лица. То есть вы имеете право немножечко уже... Не то чтобы даже отпустить это прошлое, а принять, что и будущее, и настоящее тоже может вас удивить чем-то замечательным, что и в нашем настоящем тоже может быть определённое изобилие, которое порадует нас своими дарами. Нет такого, что всё хорошее, что с вами когда-либо было, оно осталось в прошлом. Нет, вполне может быть, что вы просто не замечаете это хорошее, которое сейчас уже у вас в настоящем, из-за того, что вы романтируете прошлое постоянно, постоянно ностальгируете. Если говорить о том, да или нет, то я бы сказала 50 на 50. Как будто это очень довольно-таки позитивная карта, но вот внутреннее ощущение мне говорит 50 на 50. Тем более я не знаю, какой у вас вопрос, и вот ответ как будто бы 50 на 50. Почему? Вот такое вот у меня сейчас складывается ощущение. Возможно, из-за этой привязки к прошлому, как будто недостаточно внимания у вас сейчас на настоящем, чтобы произошли определённые изменения, на которые вы, возможно, надеетесь. Но это такое 50 на 50, которое зависит во многом именно от вас, от ваших действий дальнейших, от того, как вы будете относиться к ситуации. И если вы будете относиться к ситуации с позиции текущего момента, не с позиции путешествия назад-назад в будущее? Нет, не назад-выдущее, назад-прошлое. Если вы будете относиться к ситуации вот с вот этого момента, который прямо сейчас происходит, с этой точки, которую мы нажимаем жизнью, тогда вполне возможно, что вы сможете повернуть ход событий именно в ту сторону, в которую вам нужно. Это такое 50 на 50, оно, с одной стороны, как будто бы хочется, чтобы это было поскорее. Да, а не просто 50 на 50, да? Но в то же время оно как будто подсказывает вам, всё зависит от себя. Вот такое это 50 на 50, которое должно вас мотивировать действовать, которое должно внушать вам, что вы способны на многое. И, возможно, нужно сконцентрироваться на том, чтобы обрести вот эту уверенность в том, что ваша жизнь во многом зависит от вас. Возможно, вам не хватает этой уверенности сейчас. И как раз таки это то, что вам было бы круто приобрести. На этом подсказка от этой карты заканчивается. И третья карта, ой, тут такое, тут такое, конечно, тут вообще просто. Тут вот что. Императрица. Ну вообще, ну вообще, ну выпала вам карта, конечно. Ой, ну как будто бы ответ скорее да. Но, конечно, всё ещё зависит от вашего вопроса. То есть, если это вопрос о том, произойдёт ли то, что вы хотите, чтобы произошло, как будто бы ответ да. Потому что это настолько мощная карта. Это очень мощная карта. И вот вы, это как будто вот эта императрица, вы сидите вот так вот, просто к вам приносят дары, высоты короной, внизу какие-то колосья колосятся. Страна, которую вы правите, процветает. А вы просто сидите и смотрите, как всё идёт по вашему плану. И вы просто наслаждаетесь. Наслаждаетесь своей силой, наслаждаетесь своему мощью, наслаждаетесь своей энергией, наслаждаетесь, в конце концов, своей властью. То есть, как будто бы ответ скорее да, даже очень-очень-очень может быть, что да. Именно в... Если речь о каком-то позитивном вопросе. Потому что эта карта внушает вам веру в свои силы. Причём силы у вас сейчас прям в самом таком расцвете. Они на подъёме. Вы на подъёме. Вы сейчас прямо поднимаетесь к новым вершинам, которые вы раньше не одолевали. Вы сейчас чувствуете себя в новой роли, в роли более властной, в роли более возвышенной. Вы сейчас наконец-то раскрываете свою внутреннюю энергию, и наконец-то вы себя чувствуете не каким-то там пожилым, да. Вы чувствуете себя не каким-то там слугой. Вы себя чувствуете сейчас императрицей. Вот какое у вас время. Если вы ещё себя так не чувствуете, похоже, вы себя будете так чувствовать. Вот такая вот у вас эпоха сейчас настала. Эпоха новых свершений, эпоха новых каких-то открытий, эпоха новых чувств. и эпоха новых возможностей. Это очень-очень-очень, мне кажется, позитивный для вас знак, и я прям чувствую вот эту позитивную энергию, которая стремится к вам. И эта карта, она, конечно же, конечно же, вам подсказывает, что вы сейчас сила, вы сейчас мощь, а потому все должно идти так, как вы сказали. Потому что, ну а что императрица? Она говорит, все будет так, как я хочу, и все, все происходит так, а как она хочет. И, похоже, что сейчас вам надо примерить на себя, наконец-таки, роль императрицы. Все, хватит уже быть на второстепенных ролях. Вот пришло время чего. Вот это вот, вот этого вот. Так что хватит уже там. Откиньте там неверие в свои силы, вот это вот все. Нет, 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 сейчас время в год для чего. А на этом я заканчиваю свое видео. Всем пока!